Я опоздал. Ну, ничего страшного. Мы с вами идем пока спокойную беседу. И я тебе представляю как раз наших ребят. Вот смотри, нас уже 51 человек в прямом эфире. Вообще, я смотрю скорость прям. Вот уже 52, ты уже 53. Ты не успеваешь считать. Уже 54. Да, сегодня мы тебя пригласили, наверное, на самый необычный вебинар в твоей жизни, потому что на тебя приходят смотреть самые талантливые ребята, которые участвуют в проекте «Кадры будущего для регионов». И вот нам написали, что Саров самый красивый город. Это как раз те ребята, которые являются патриотами своей родины. Мне очень здорово, мне очень радостно, что такие ребята есть, что такие подростки есть. Да, мы вырастаем из наших городов, да, мы стремимся куда-то за высшим образованием. Подожди, подожди. Я родился в поселке, ну, родился в Перми, но потом все свое детство вырос в поселке Уральска, Нытынского района, Пермского края, тогда еще в области. И свой поселок я люблю, там очень красиво, я его обожаю. Но, тем не менее, он мне стал мал, я переехал в Пермь. Пермь я обожал, я вообще был влюблен в этот город, и я опять вот из него вырос. Но это, по-моему, нормально, когда ты растешь, и растут какие-то твои пожелания, амбиции, цели. Поэтому вот как-то так. Ну, я-то как раз веду речь о том, что мы получаем высшее образование, мы продвигаемся, мы куда-то движемся, но всегда хочется вернуться на родину, и всегда хочется со своими знаниями. Вот, смотрите, ух ты, к нам присоединяются даже родители. Андрей, вам вообще большой-большой респект, потому что родители, которые интересуются своими детьми, ну, это, наверное, у нас у всех есть дети, племянники, это, наверное, самое дорогое. Андрей, сегодня вы мой герой. Сын участник проекта «Кадры будущего для региона». Андрей, я точно запомню вас, и сегодня буду очень часто к вам обращаться. Да, Артем тоже вам показывает. Круто! Сегодня мы с вами в прямом эфире поговорим, наверное, с героем моего дня, моего года. Я в Фейсбуке так про Артема и написала. Это человек, который для меня открыл, Андрей, я сейчас обращаюсь к вам, он открыл для меня моего сына. В этом году, в начале года, я застукала своего одиннадцатиклассника, он тогда учился, десятиклассник, за очень необычным делом, он сидел и читал книги. Сидел и читал книжку. Что случилось с моим ребенком, чтобы он сидел и читал книжку? Я прошла мимо, я говорю, Егор, что ты читаешь? Он такой, о, мама, я не буду ужинать, тут такая книжка крутая, классная. Ну, ладно, прошла мимо, садимся ужинать, начинаем задавать вопросы, о чем книжка. Он говорит, мама, не спрашивай, это не война и мир, это не обломов, это динамика, это бомба. И, сидя за столом, он продолжал читать книгу. Ну, хорошо, вроде бы как приобщение к литературе, но я должна же, как мама, контролировать, да, что читает мой ребенок, где он находится в социальных сетях. Но на тот момент у меня не было времени, я была карьеристкой, была занята собой. И однажды, проходя мимо моего фейсбука, мой собственный сын останавливается, округляет вот так глаза и говорит, подожди, стоп, ты знаешь Артема Фокина? Я на него смотрю, говорю, а ты откуда знаешь Артема Фокина? Кто такой Артем? Он мне говорит, мама, но я же читаю его книги. Я говорю, подожди, Артем Фокин не может писать? Молодой парень, очень веселый, у него невероятная семья, у него потрясающая жена, потрясающие эфиры в фейсбуке, они заводят весь эфир, все утро начинается у меня с просмотра, что натворили Фокины, это целая семья. Нет, это не так, невероятные, мы ничего не творили. Не-не-не, я рассказываю свои ощущения, ты потом поделишься в прямом эфире, пока вот тут у меня есть время, я поделюсь с ребятами своими ощущениями. И мы с ними обменялись какими-то своими удивлениями, я удивилась, что, я говорю, ты ничего не попутал? Он такой, да нет, это Артем Фокин, вот такой-то, такой-то. И дальше случилось какое-то чудо. Если Артем мне позволит, то я расскажу, с чего началась наша переписка и дружба. То есть, ну, видимо, наблюдали друг за другом, просто дружили на фейсбуке. И, вы знаете, однажды Артем, и мы сегодня раскрутим эту тему, написал в прямом эфире очень интересный пост. Он написал буквально следующее, там, привет-привет, выпуская новую книгу, не хватает какой-то энной суммы денег для тиража. Что со мной? Мой сын читает эти книги, а для тиража не хватает денег. Думаю, он такой же сумасшедший, как и я, он работает во благо других людей. Так не бывает, это, нет, это неправда, это не про вас история. И, вы знаете, ребят, реально, Артем, сейчас тебе, наверное, скажу правду, и, наверное, твоя улыбка немножечко уйдет куда-то вбок. У меня была последняя тысяча на карте. Последняя. Я знала, что у меня больше денег нет, что мне нужно несколько дней будет еще прожить как-то, но она была. И я сбросила на карту совершенно постороннему человеку на какую-то непонятную мне книгу, которой зачитывается мой сын. И вдруг Артем мне пишет, Елена, спасибо, я от вас не ожидал. Первая книга, которую я издам, я вам подарю с автографом. Ребят, дальше происходили какие-то чудеса. Я точно знала, что меня никогда не забросит в Пермь. Почему я должна ехать в Пермь? Находится в Перми, Пермь, Москва, как я там окажусь, это вообще невероятно. И вот однажды мне случилось побывать в Перми. Подожди, я тебе перевью. Ты говоришь Пермь, как Пермяк, и ты говоришь, что я никогда не буду в Перми. Обычно я говорю Пермь, Пермь. Но ты говоришь чисто, как Пермяк, как Пермь. Хорошо. Это прям больно в на душу. Это комплимент, да? Так что не говоришь, что ты никогда там не будешь. Ну, я была там одинаково по факту. Я написала в Фейсбуке пост, ребята, я прилетаю в Пермь, если кто-то из вас хочет со мной встретиться. Друзей в Перми у меня очень много. По Фейсбуку друзей. Это люди, с которыми я никогда в жизни не сталкивалась, и не видела, и не общалась. И вы знаете, единственные, кто откликнулся, это был Артём, который написал, Елена, у меня в машине книжка с автографом. И в Перме был жуткий ливень. Был жутчайший ливень. Мой сын сначала отложили на полчаса, потом на час. Помнишь, как затопило аэропорт? То есть прям в здании аэропорта вода. А мы сидели, пили чай. И вы знаете, ребят, вот такие встречи в социальных сетях, в жизни, они никогда не случайны. Артём мне действительно подарил книгу. Вы не поверите. Я эту книгу прочитала, пока летела из Перми в Москву. Вот так в этой жизни появился этот человек. Я считаю, что Артём для меня открытие этого года. Моя часть сердца всегда следит за его очень тёплой семьёй, за его потрясающими человеческими отношениями в семье. Я не хочу тебя сглазить, не хочу сглазить ваши отношения. Видите, даже там милая кошечка за его спиной скрывается. И вот таким образом, Артём, сегодня для меня олицетворение того, что происходит в литературе. Мы сегодня постараемся поговорить... Ой, ещё Пермь, Милана, ждём Денис. Сегодня мы постараемся поднять темы, которые волнуют нас с вами. Артём, тебе слово. Мы с тобой договаривались, что ты разыграешь одну свою книгу, и кто-то станет таким же милым обладателем. Сразу, ну, все карты раскрыла. Так, ну, кто так играет? Лена, ты никогда не играла в покер? Нет. Нет. Ну, во-первых, на самом деле, ты сейчас сделала для меня огромное открытие. Несмотря на столько, что мы с тобой знакомы, я думал, что твой сын прочитал книгу после того, как я тебе её подарил. Оказывается, он её читал ещё до того. Как он вообще бы меня узнал, мне интересно спросили. В электронном формате прочитал. Я немножко в шоке. Так, второе. Это не кошка, это кот. Я сейчас вас с ним познакомлю. Его зовут Пуся. И со мной ещё вот одна там. Ну и кошка зовут Редиса. Они меня сегодня поддерживают, чтобы тут было веселей. Так, да, действительно, я приготовил книжку. Вот она такая книжка «Старной волк». Она в напечатанном виде. И более того, их было выпущено всего 200 экземпляров. Там даже есть опечатки. Потому что после этого книга была ещё раз подредактирована. Опечатки мы убрали. То есть это практически эксклюзив. Вот. Я приготовил книжку за самый интересный вопрос. Как сказать, не знаю правильно. Зрителям, телезрителям. Отправляйте ваши вопросы для меня в чат. И за самый интересный вопрос я подарю книжку. Подпишу лично. Как передам, пока не знаю. Думаю, ребята мне подскажут. Что дальше? Александр, покажи, пожалуйста, в прямом эфире, какую книгу могут ребята получить. Потому что я оставила свой экземпляр в Москве. И весь офис мобильного и электронного образования читает книгу. Она переходит из рук в руки. Александр? Это как раз та книга, которую Артём подарил Елене. Её обложка «Стальной волк» называется. И здесь есть посвящение, которое Артём написал Елене. То есть, это именная книжка. Но Артём, наверное, свой экземпляр подарит, который он только что показывал. Потому что это очень раритетная вещь. Я вчера начал читать эту книгу. Сразу скажу, что полностью я не прочитал. Но те пять глав, которые я вчера прочитал, Я на пятой остановился. То есть, получается, уже начал читать шестую. Мне очень понравилось, очень интересно, оригинально. Книга рассказывает про одного молодого человека и про его приключения. Ну, спойлеры рассказывать не буду. Я думаю, Артём более подробно и сам расскажет про своё произведение. Мы сегодня, готовясь к вебинару, с ним достаточно долго общались. И мне очень-очень понравились его идеи, мысли о литературе, о творчестве, о том, как творчество и литературу совмещать. Есть ли место творчеству в цифровую эпоху, в которой мы сейчас с вами живём. Поэтому, я думаю, давайте дадим слово Артёму. Может быть, он скажет несколько слов о себе, кто он, чем занимается, чем увлекается и какое место вот эти книги занимают в его жизни. Прежде чем я туда уйду, я ещё хотел, Лен, тебе сказать по поводу нашего знакомства. Я не помню, рассказывал тебе это или нет. На самом деле, книга была не подписанная для тебя. Она просто лежала у меня в коробке и багажнике. Я прилетел раньше тебя в аэропорт, забежал в какой-то первый попавшийся магазин, говорю, дайте мне ручку. Мне надо срочно подписать книгу на подарок человеку. Просто взял ручку, подписал книгу и буквально минут через пять зашла в аэропорт. Вот так появилась эта надпись. Смотри, первый оригинальный вопрос. Мне кажется, что человек, изображённый на обложке, похож на Артёма. Это так? Виктория, спасибо. Вы первый претендент на эту книжку. Ну, ребята, пишем вопросы. Артём, спасибо тебе большое вообще за твои откровения. Сегодняшний вечер, за сегодняшний вечер. Но начнём, кто ты? Чем занимаешься? Почему молодой человек, который находится в центре, настолько популярный? Его приглашают на телевидение, его приглашают в народе. Артём, ты кто? На самом деле, я обыкновенный уральский парень. Пока, наверное, обыкновенный. А может быть, и необыкновенный. Давай не будем игнорировать вопрос. Опрос классный. Мне на самом деле говорили о том, что герой похож на меня. Вообще рисовали его не с меня, рисовали его совершенно другого прообраза. Но, видимо, художник так увидел. Мне многие говорили о том, что он чем-то похож на меня. Похож ли на меня этот герой психологически, харизмой и прочим-прочим? Во многом, да. Во многом. Ну, я в любом случае писал его из себя. Вообще «Стальной волк», немножко забегая вперёд. «Стальной волк» — это молодой парень Александр Волков. Главный герой вот этой той самой книжки, которой Артёма плохо слышно. Так, где добавить? Нет, Артём, тебя на самом деле очень хорошо слышно. Наталья, прибавьте, пожалуйста, звук на своём мониторе, на своём компьютере. Артём, мы тебя слышим отлично. Наталья, просто прибавьте свой звук. Тебя многие узнают на лицах. Может быть, на улицах. На улицах. А Елена орёт. Елена, что вы орёте? Не буду. Ну, на самом деле, ещё раз возвращаясь к нашему Александру Волкову, это молодой парень, который мечтал полететь в космос, мечтал стать командиром звёздного крейсера, звёздного корабля. И за его, скажем так, характер его друзья прозвали «Стальной волк». Вот так совсем вкратце. Да, вот как раз ироника. Это про характер человека Александр Волков. То есть, друзья его прозвали «Стальной волк». Немножко хочу рассказать вообще о серии всей, сейчас это 4,5 книги, серия называется «Союз семи планет». Расскажу, почему «Союз семи планет», расскажу, почему 4,5 книги и расскажу вообще в целом о серии. Почему 4,5? Потому что написано 4, пятую пишу сейчас, но она здесь уже закончена в голове у меня, но она ещё не полностью легла на странице моих блокнотов и тетради, и тем более ещё нет в сети, поэтому 4,5. Всего пока планирую 5 книг. Все 5 книг имеют своих героев, разных абсолютно героев. Они имеют абсолютно разные истории, абсолютно разные жизненные линии этих героев, но они все пересекаются. То есть, книжки можно читать в любом порядке. Если «Стальной волк», допустим, это книга про парня с Земли, то, допустим, следующая моя книга, которая уже есть в сети, это «Погоня за тенью». Получается, тень – это межгалактический военный разведчик, который в одиночестве практически всегда, потому он и тень, что о нём никто не знает, и он с планетой Эвтон. То есть, это такая вот у меня выдуманная планета, и как раз вот подходя к тому, что союз семи планет, в моей вселенной, вселенной вот этой моей серии книг, получается, существует семь планет, на которых живут такие же люди, как и мы. Вот я так придумал. Семь планет, на которых живут такие же люди, как и мы, но мы вот земляне, да? Есть планета Эвтон, там живут эвтонианцы, планета Дилар, там живут девориане, планета Юни, Юницы, Тавилицы и так далее, и так далее, и так далее. Семь планет объединились в один общий большой союз, и когда-то, ну, планеты старше нашей, и когда-то в своё время они заселили нашу Землю. Ну, то есть, откуда у нас, получается, темнокожие, индусы, азиаты, европейцы и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот такая какая-то у меня теория в голове возникла, они заселили нашу планету и оставили её, скажем так, под наблюдением. Наша планета находится под защитой этого Екатерианского союза. Екатерианский союз там ведёт какие-то межгалактические войны, а Земля — это такая небольшая колыбель. Но о земляне, как я уже говорил, вот мы, Саше, тоже разговаривали, красной нитью по всем моим книгам проходит единственная мысль, что земляне должны повзрослеть. Я думаю, это на самом деле. Что значит повзрослеть? То есть, прекратить, растранжировать ресурсы, прекратить на этом делать какие-то деньги. Уже давно можно заменить, допустим, бензиновый двигатель каким-то другим, но этого никто не даёт сделать. Прекратить воевать между собой, объединиться в одну целую цивилизацию. И те-то планеты, которые у меня описаны в книгах, допустим, это Эфтон, да, Эфтонианцы — это целая нация, то есть целая цивилизация. У них нет, как у нас, там, русских, американцев, китайцев и так далее. То есть, это целая цивилизация. И вот семь планет ждут, когда земляне наконец-то объединятся в единую цивилизацию, перестанут воевать для того, чтобы как раз войти в этот союз. Вот примерно об этом мои книги. И, ну, как я уже сказал, что каждая книга по отдельности, но все пересекаются между собой. Скажем так, это небольшой такой квест вот в этот союз семи планет. Читая одну книгу, ну, я как сказал уже, их можно читать в любом порядке. Допустим, вы сейчас прочитаете «Стальной волк», и потом вы будете читать другую книгу, абсолютно другой герой, абсолютно другая тема. И вы начнете находить зацепки, которые пересекаются с первой книгой. Потом вы возьмете читать третью книгу, и вы будете находить зацепки и с первой книгой, и со второй, и так далее, и так далее. Пока у вас полностью не сложится весь пазл, как это все должно было быть. Отлично. Артем, ты пока рассказывал, тут совершенно замечательный вопрос. От... покажу секундочку. Чат убегает, но не хочется терять. Александр, может быть, ты будешь фиксировать интересные вопросы, потому что вот Тишкина Ирина задает тебе очень интересно нам... Да, шикарный вопрос. Кто из актеров лучше всего воплотил образ главного героя, если бы ты решил экранизировать свою книгу? На самом деле вопрос очень интересный, но я не вижу Александра Волкова, главного героя, не вижу в какой-то роли. То есть, сейчас поясню. Когда я работал с художником, и когда я уже начал понимать, что мне нужно делать, кстати, вот, можем показать, может быть, Саша, ты сделаешь, покажешь иллюстрации, какие есть книжки, чтобы я не отвлекался. Вот, когда я начал работать с художником-иллюстратором, я понял, что мы по-разному видим героев, и мне нужно было как-то ей показать, как я их вижу, и тогда я начал искать как раз актеров. И с Волком было, вот, с самим Александром Волковым все было очень сложно, и мы как-то вот такой собирательный образ из различных актеров, глаза, брови, стрижка, полубокс, там, мы его собрали. По всем остальным у меня были конкретные готовые актеры, то есть, либо это, допустим, уже известные актеры, но когда-то в молодости, либо которые есть сейчас, голливудские актеры, британские, российские актеры. И вот как-то все герои у меня есть, кроме самого Александра Волкова. Поэтому не могу на него ответить однозначно, пока не знаю. Наверное, надо будет делать кастинг, кинопробы и что-то еще. Приезжай в Москву, мы тебе организуем кастинг, видеопробы, потому что к нам в программу будут приходить актеры, и ты как раз начинаешь творческий наш цикл, программ, вебинары для ребят из кадров будущего для региона. Артем, хочется задать тебе вопрос о твоем детстве. Ведь в кадрах будущего для региона, ты не поверишь, есть очень маленькие ребята, есть 11-летние, 12-13, 14-ти, и вплоть до студентов. Какой ты был в детстве? Ну, в детстве, наверное... Тут есть, моя мама, нет? В детстве, наверное, я был паренькой до, наверное, старших классов. Я хорошо учился, был такой приближный, вот такой ученик. Сел, наверное, на первой-второй парке. А потом во мне что-то взорвалось, какой-то фонтан, наверное, может быть, это переходный возраст. И я стал непоседой, страшным непоседой. При этом я учился хорошо, ну, относительно хорошо, то есть я не съехал там на двойки. Появились, конечно, тройки, но я пытался везде все успеть. И, наверное, мне кажется, это сейчас так и осталось, это со мной в жизни. Со мной было не просто на уроках, я был такой юморной, я любил заводить класс, любил что-нибудь пошутить на уроке. Ну, я понимаю сейчас, как вот у меня растет сын, очень похож на меня. Я понимаю, как не просто учителям с такими учениками, но, тем не менее, я был, наверное, такой звездой класса. Хотя не отличался какой-то физической силой, но я вот брался юмором, интеллектом и так далее, и так далее. А ты чем-то увлекался в школе? Я сейчас хочу поговорить, с какого момента ты почувствовал, что ты можешь писать? Наверное, я сейчас затрону самый больной вопрос для 11-ти классников. Они 4-го числа писали сочинения. Как ты писал в школе сочинений? Так, можно я отвлекусь? Я прочитал вопрос, как стать иллюстратором ваших будущих книг? Да, Диана, я потом чуть позже скину в чат свои соцсети напишите мне в личку. Мне очень-очень-очень нужен иллюстратор. Прямо серьезно. Я бы хотел, да, посмотреть. Так, возвращаясь к твоему вопросу, как я начал писать? В школе сочинения, в начальной школе сочинения тоже давали. Ну, какие-то там что-то нужно было придумать. И мама меня всегда ругала за то, что я пишу очень длинными предложениями. Я еще не обладал, ну и сейчас, наверное, я обладаю правильной, как это правильно так сказать, пунктуацией. Пропускал запятые, и предложения у меня были по целому абзацу. Вот, мама меня за это ругала, делила. Но, вот, видимо, тогда из меня уже начинало это как-то выпирать. В средней школе и в старших классах я писал сочинения, это всегда были 5-2. Если я действительно загорелся, если я действительно загорелся темой, я писал, ну, от души писал 5, ну, оценка была 5-2, в лучшем случае 5-3. Если мне тема не очень нравилась, обычно получалось 4-3 или 4-2. Вот, и как я уже, Лен, тебе говорил, иногда я даже не читал само произведение, просто из того, что я услышал на уроке, мне было достаточно для того, чтобы выписать на бумагу сочинение. У меня всегда получались очень длинные. Артём, смотри, тогда напрашивается следующий вопрос, который тоже хочу тебе озвучить, и потом передам слово Александру, потому что я тоже знаю, что у него тоже много вопросов к тебе. Слушай, скажи мне, пожалуйста, ну, я-то знаю ответ, но очень хочется, чтобы этот ответ узнали ребят в прямом эфире. Я, например, когда пишу свои книги или свои статьи, я их печатаю, набираю. Раскрой секрет, как рождаются твои книги. Это очень интересно. Спасибо за вопрос интересный. Я пишу на бумаге, пишу в тетрадях, блокнотах, в больших А4 блокнотах, вот которые на пружинках, мне очень нравится, потому что их можно переложить. Причем пишу лёжа, запихнув под себя подушку, не могу писать за столом, устаёт спина. Пишу всегда рукой. Почему пишу рукой? Во-первых, не успеваю печатать на компьютере с такой скоростью, с какой у меня рождается мысль. Начинаю терять мысль. Это первое. Второе, я люблю работать с бумагой, то есть обвести какое-то слово, предложение, его куда-то там наверх, стрелочкой поставить, на полях сделать пометку, всё перечеркнуть, потом ещё раз что-то с этим предложением сделать. Поэтому всегда всё на бумаге. И вот, ну, тоже расскажу ребятам, если у меня идёт какое-то рассуждение героя, какие-то, ну, какая-то медленная сцена, такая неторопливая, я пишу медленно и более красиво. Если у меня начинается в книжке какая-то динамика, там, захват, стрельба, война, что-то там, крушение какое-то, я начинаю писать очень быстро, и у меня становится почерк вообще просто неразборчивый. Я потом сам иногда не могу разобрать его и написал. Вот. И мы с Сашей эту тему разговаривали, я спрашивал, надо ли это показать. Ну, вот, лежат там вот на окне, вот такая. Не-не, покажи, пожалуйста. Ребят, попросим Артёма, пожалуйста, Артём, покажи. Это здорово, это классно, когда... Давай, ребят, поставьте плюсики, кто хочет увидеть этих книг. Артём, я знаю, тебе сделать несколько шагов. А здесь у нас в прямом эфире Фокина Елена. Елена, Елена, Елена Фокина, она претендует, видимо, на книгу Фокина Артёма. Я знаю, кто это такая Елена. Елена, я вас обожаю. Вы невероятная, вы классная, вы поднимаете настроение всему Фейсбуку, потому что ваша улыбка, она лучезарна. Я знаю, почему Артём всё время улыбается, потому что он счастлив с нашей прекрасной Фокиной Еленой. Елена, спасибо большое. Я даже не знала, что Артём пишет стихи. Сейчас он нам покажет. Артём, посмотри, тебя просят все ребята показать свои рукописи, хотя бы одну рукопись. Спасибо большое за вашу активность. Мы специально это не планировали в прямом эфире, как видите, Артём вообще куда-то поделся. Он где куда-то убежал, снял наушники, он нас не слышит. Артём, здесь в прямом эфире твоя жена Елена, от которой пищит просто весь Фейсбук. И она нам раскрыла ещё одну тайну. Ты, оказывается, пишешь ещё невероятные стихи, об этом чуть-чуть попозже поговорим. Давай, показывай свои рукописи. Это круто, прикоснуться к рукописям живого автора. Посмотри, все, все сто пятьдесят. Тебе поставили плюсики, все хотят... Примерно вот так выглядят пять книг. Раскрой. Вот так выглядят пять книг. Где-то даже сейчас, может быть, найду, где-то даже есть, наверное, с зарисовками, потому что, как Пушкин, знаете, у меня, кстати, день рождения в один день с Пушкиной. Немножко прикоснуться к его славе. Как у Пушкина тоже придумал, как будет выглядеть звёздный корабль вот этот какой-нибудь. И я его тут же на полях зарисовываю, чтобы мне было его проще описать. Но не буду сейчас искать, потому что это долгое. Кому интересно, потом может быть. А как твои книги переходят в формат печатного текста? Колись. Ой, мои книги переходят с большим скрипом в электронный формат, потому что это сделать очень тяжело. По нескольким причинам сам я печатаю медленно, и мне катастрофически не хватает на это времени. Но мне в этом помогает сын. Ну, открою тайну, он это делает не бесплатно. Не бесплатно он отказался это делать. За небольшую плату, определенную, которую он может потом потратить на карманные расходы, он мне перепечатывать сидит. Правда, иногда приходится после... Не иногда, а всегда после него приходится править, потому что там название планет, написанное моей рукой, у него может быть в одном абзаце так планету называться, а в другом абзаце уже по-другому. Перепутал. П, В, Д, Р. Папа, какая-то у тебя буква, но, тем не менее, львиную долю вот этой работы самая сложная он берет на себя и делает. Спасибо. Отлично. То есть на твое творчество работает вся семья. Елена тебя радует хорошим настроением утром, сын тебя радует текстами по вечерам, дочь разнообразит твои субботы с воскресеньем, потому что я знаю, что ты отличный папа, и я вижу по фейсборту восторгаешься всем тем, что творит красная дочь. Вся семья работает на твой имидж. Это здорово, когда есть за плечами такая семья. Слушай, Артем, расскажи, пожалуйста, а твой сын, он не пробовал писать? На самом деле не то, что пробовал, ну, наверное, да, назовем это пока пробовал. Он играл в компьютерную игру «Мафия» и, видимо, так загорелся идеей, что пишет папа, и был впечатлен игрой, что он написал рассказ, который называется «Трудный заказ». Это жанр-то называется «Детектив», ну, вот, «Чикаго 30-х». Детектив, боевичок такой. И я отправлял этот рассказ своему редактору, с которым я работаю, нефедору Наталье, если смотришь, тебе огромный привет, большое спасибо за помощь. Она сказала, что не похоже, что писал ребенок. Он там, конечно, спалился в некоторых местах, у него главный герой такой брутальный, дядечка, в шляпе и все время заказывает десерт себе в ресторане. Поэтому, я говорю, ну, Ром, ну, видно же, что... А какой десерт заказывает? Какой десерт заказывает? По-моему, чистенький. Саш, может быть, у тебя есть вопросы к Артему? Да, вопросы у меня есть. Я бы хотел продолжить тему иллюстраций. А вот, Артем, кто тебе помогает готовить иллюстрации книгам? Кто художник вот этих изображений, этих картин, которые я сейчас перелистываю? И как ты строишь свою работу с потенциальным иллюстратором? Я заметил, что в чате у нас появилась потенциальная кандидатура, это Диана, которая изъявляет желание попробовать себя в роли иллюстратора художественной литературы. Вот мог бы рассказать про эту тему. Про иллюстрации. Ну, мы так уже вкратце их касались. Смотрите, вообще задумка книги, немножко у меня, ну, финансово было сложно, так как печатал сам. Вообще, идея была сделать книга-комикс. И не комикс, и не книга. Вот что-то два в одном. То есть, книга, в которой очень много иллюстраций. Как видите, вот они, то есть, раскадровка идет по иллюстрированным. И задача была у меня такая мысль, была идея сделать там больше 50 этих иллюстраций на все к ним, и чтобы как раз визуальный ряд у ребят, потому что я все-таки рассчитывал на молодую публику, на подростков, и хотел быть им интересен. Вот хотел сделать, но не получилось. У меня у меня получилось договориться только на 10 иллюстраций. Мой иллюстратор от меня устал, потому что я дотошный, я говорю, нет, вот в моей голове вообще не так все я вижу. Я пытался, я могу сделать какие-то наброски, не так хорошо рисую сам, но какие-то наброски я отправлял ей. Я говорю, вот это должно быть сюда, это должно быть сюда, вот это должно быть здесь, это должно быть здесь. Так вижу такого героя, так вижу такого героя. И она намучилась со мной, поэтому она сказала, больше я с тобой не работаю, извини. Поэтому, да, действительно, мне нужен иллюстратор, И вот я хочу, чтобы все книги мои, которые, по крайней мере, у меня будут выложены на интернет-ресурсах, чтобы были именно с такими иллюстрациями, то есть в стиле, как он называется, комикс, в стиле комикса. Ребят, я вас хочу попросить, нам столько пишут в чат, мы всех отправляем куда-то, он туда вверх убегает. Давайте вернемся немножко к вопросам, я бы не хотел кого-то обидеть. Ну, Артем, я поступила очень хитро, приветственные слова мы тебе потом вышли, и ты обязательно их прочитаешь после вебинара, у нас есть такое, мы тебе полностью весь чат вышли, мы ты почитаешь, познакомишься. А я поступила очень хитро, я создала приватный чат, который называла Трифонов Александр, и просто вопросы конкретно копирую туда, и ты пока пропустил только один вопрос, который мы не озвучили, какие качества главного персонажа в вашей книге могут помочь школьникам в определении их места в реальном мире. Это нам задала Жарова Оксана, очень крутой, мне кажется, вопрос. На самом деле, я свои книги подписывал не только взрослым людям, но и подросткам, покупали и на подарок, и молодым людям ребята брали, дарил. И я всем всегда говорил, отвечая на этот вопрос, всем всегда писал, пусть целеустремленность главного героя, пусть его путь к мечте, он с детства шел к этой мечте, то есть сесть за штурвал самолета, прошу прощения, не самолета, а звездолета, и самолета, кстати, в том числе, он хотел стать пилотом. И он с детства вынашивал вот эту свою мечту, идею, прошел длинный путь, закончив школу, закончив военно-космическую звездную академию, и уже сев сначала за... Саш, покажи, пожалуйста, не помню, на каком-то этом есть он за штурвалом сидит, истребителя, по-моему, это четвертая, по-моему, четвертая иллюстрация. Вот, да, вот, то есть, вот, видите, такой современный истребитель, двойным оперением и прочим-прочим. И он, наконец, сбылась его мечта, и здесь, ну, немножко так расскажу о книжке, видите, то есть он идет, с большой скоростью набирает высоту, тут в книжке он не потянился к приказу и вышел из полетной зоны, просто не справился со своими эмоциями, с чувствами, и ему просто захотелось погонять. Ну, по-пацански просто пожегать на самолете, за что ему попало, и там дальше есть тоже картинка, где ему за это здорово прилетело, и Александр чуть не вылетел туда, вот это его, девушка из его отделения, у которой он является командиром, и она пришла к их вышестоящему руководству для того, чтобы его, грубо говоря, отмазать. Слушай, ну, мне кажется, вопрос был немножечко о другом. Оксане было интересно, наделяешь ли ты своих героев какими-то специфическими чертами характера, которые современной молодежи близки? Может быть... Обязательно. Вот несмотря на то, что он у меня стальной такой волк, на самом деле он не такой стальной, он очень дружелюбный парень, он очень дружеский, то есть к нему привязываются друзья, он лидер, но в чем он стальной, как раз вот именно в той цели, в той идее, которую он хочет достичь. Вот в этом проявляется его. Да, у него есть определенный характер, он довольно-таки сильный внутренне, но он очень мягкий человек именно с друзьями и с близкими. И вот, ну, отвечая на вопрос, я бы хотел, чтобы, ну, касаемо моего ребенка, обоих моих детей в том числе, чтобы они умели добиваться своих целей и шли к этому прямо вот как к маяку, чтобы знали, куда они идут и где они должны оказаться через 10-20 лет. Потому что, ну, когда я заканчивал школу, я просто не понимал, куда я иду, выхожу и как той песни дверь открылась, вот я вышел, и что мы будем делать дальше? А сейчас немножко другой подход, и у родителей к детям в том числе, они пытаются уже привить, может быть, и тогда у нас это было, но как-то я этому не особо видел, это даже среди своих одноклассников. Мы многие не понимали, куда мы идем, даже если кто-то уже шел в какой-то институт, он не понимал, кем он будет дальше, для чего ты идешь, и тут все, ну, все на юристы, и я на юристы, вот все будут юристами, и я пошел на юридический. Вот, ну, на самом деле никто и не понимал. Наверное, это сложно все-таки по окончанию школы понимать, кем ты хочешь стать, но многие дети ведь имеют мечту, и вот как раз эта книга о том, чтобы твоя мечта стала твоей целью. Она потом получает огранку, как-то вот выкристаллизовывается твоя цель из этой мечты, а сначала ты, вот чего ты хочешь по-настоящему? Ты хочешь, не знаю, спасать мир, хочешь писать лучшие детские книги, хочешь танцевать, петь, чего ты хочешь на самом деле? Ответь на этот вопрос себе в голове. Вот, наверное, как и так. Волк, он знал, куда вы говорите. Ты только что заикнулся еще об очень интересной теме, которую мы с тобой обсуждали. Я не знаю, может быть, сейчас затрону что-то такое чувствительное, но я должна об этом спросить, и ты сам проговорился, проболтался. Ребят, у него есть мечта написать не только книги для взрослых, он это показал, он уже доказал, всей Российской Федерации его читают везде, с востока на запад, с юга на север, но у него есть мечта. Мечта написать настоящую детскую книгу. Артем, ты не сдаешься? Артем, ты не сдаешься? Возвращаясь к тому, для взрослых, я пишу, земляне должны повзрослеть, это надо уже, наверное, как говорится, с молодых на пей это детям объяснять, что ну вот вы только представьте, что если бы все люди в этом мире отдавали, вот не брали, а отдавали, вот как вот у вас, наверное, есть у кого-то дети, у кого-то родители, ну, касаемость вот сегодняшней нашей аудитории, да, любимые люди, там, девушка, жена, и когда вы отдаете, вы чувствуете при этом внутреннее удовлетворение. Вот вам же хочется отдать все лучше своему ребенку. Если бы каждый человек мог, ну, и даже иногда, ну, ты помогаешь незнакомому человеку, ты чувствуешь при этом какое-то удовлетворение, чем ты когда забираешь. Если бы люди больше отдавали, чем больше брали, мир бы был чуть иначе, чуть добрее, наверное, что ли. Ну, у меня в голове такое видение этого мира, такое немножко идеализированное, утопическое, ну, как-то, да, вот так. То есть, мы больше отдавать люди. Тебе еще, тебе Камила задала очень интересный вопрос. Как вы думаете, нужно ли вдохновение, вдохновение для написания книги? Очень сложный вопрос. Тебе нужно вдохновение, или вот ты берешь ручку и начинаешь писать? Ну, я скажу так, она у меня либо есть в голове, эта книга, либо нет ее. Вот, как родился Волков, давайте, раз уж мы сегодня о ней, о этой книге говорим. Он у меня появился в голове. Он у меня, вот появился герой, Александр Волков, Алекс Волков, внук иммигрантов. И он так начал обрастать своими друзьями, обрастать какими-то историями, обрастать своей жизнью. И постепенно я понял, что я не могу жить, если я вот от него не избавлюсь отсюда. Вот мне его надо отсюда выпустить уже. Я просто взял ручку и начал писать. И оно как-то вот само потекло, потекло, потекло. Я, честно говоря, первая моя книга, я не знал, чем она кончится. Ну, вот она просто из меня как вот из сосуда вода вытекала. Вот я ее выплеснул, и Волков меня отпустил. Его больше нет в моей голове, он теперь на странице книг. И остальные книги точно так же. То есть они рождаются, появляется какая-то история, она обрастает, она вырастает в что-то более-менее сформировавшееся. И она потом начинает заполнять меня изнутри, мне это нужно выписывать. Пока я это не написала, оно будет просто. Артем, вот сразу же такой вопрос. Ты сейчас говоришь много о творчестве. Но у тебя большая семья, у тебя две кошки, двое детей, обалденная красавица-жена. А кто зарабатывает деньги, и как ты их зарабатываешь? Кто ты по специальности? Я по специальности. У меня образование менеджмент, управление персоналом. Совсем недавно я получил диплом, недавно, пару лет назад. А вообще, кто я по специальности, я не знаю, потому что моя трудовая книжка уже закончилась. Началась вторая моя трудовая книжка. Но вот как-то я хорошо себя нашел в продажах. Десять лет я занимаюсь продажами, я работал в различных компаниях. Менеджером и торговым представителем, лазером и в кладящих должностях работал. Как-то мне удалось найти себя в продажах, и на самом деле, ну, для меня продавать легко, несложно. Вот, изучил, скажем так, подводные, наверное, камни, изучил. Тем более, на сегодняшний день продажи, это же переговоры, разговоры с людьми, а вы как видите, я сижу, не затыкаюсь, поэтому мне легко. На сегодняшний день я продажник с 10-летним стажем, и вот как-то так. Да, да, зависает, ребят, действительно зависает, пропадает звук. Но ничего страшного, у нас ведется видеозапись. Артем, ты завис, пожалуйста, развись, не нам очень интересно тебя спрашивать. Артем, если ты завис, но ты нас слышишь, пожалуйста, перезагрузись, и можно обратно войти в нашу вебинарную. Елена, помогите, пожалуйста, Артему, верните нам его. Хейтеры постарались, ну, Руслан, хейтеры, но надеюсь, что... А Елена Фокина у нас в другом городе, боже мой, Артем один, но я надеюсь, что он вернется, мы ему давали инструкции. Александр, да, Диана, о нет, Диана, мы вас не потеряем, это точно. Пишите, да, Диана, вы уже прямо запали в душу нашему Артему. Александр, ты в последнее время очень много общался с Артемом. Что он тебе интересного рассказывал о своих предпочтениях литературных? Да, эту тему мы с ним тоже затронули, и как раз я хотел задать ему этот вопрос. Традиционно всех писателей спрашивают, а читаете ли вы книги, и какие книги вы читаете? И, конечно же, я не мог не затронуть этот вопрос. И пока Артем решает технические проблемы, я немножко хочу поговорить с вами про литературу, которую мы с Артемом только что обсуждали. А первое здесь, это, конечно же, братья Стругацкие. Это классика советской фантастики, очень качественная литература. Я думаю, многие, те, кто сегодня на нашем вебинаре читали книги братьев Стругацких, вот можете написать в чате, какие произведения Стругацких вы читали, или какие вам нравятся больше всего. Ну, традиционно вспоминают книгу «Понедельник начинается в субботу». По мотивам этой книги был снят одноименный советский фильм. Артем, привет! Артем, мы очень рады, что ты к нам вернулся. Но, Артем, слышишь? Слышишь меня? Да-да-да, вот мы как раз сейчас начали обсуждать тему литературы. Я задал нашим уважаемым зрителям, телезрителям, участникам вебинаров вопрос. Какие произведения Стругацких они читали? Артем? Ну, Артем, видимо, опять нет. Да, совершенно верно, Вероника Андреевна написала, что «Понедельник начинается в субботу», знаменитая сказка братьев Стругацких. Еще есть, конечно же, произведение «Трудно быть богом», «Страна багровых туч», пишет Ксения. Конечно же, это классика советской литературы. Очень огромное количество фильмов сняты по этим произведениям. И тем, кто не читал, конечно же, советую прочитать. Я в студенческие годы очень увлекался произведениями Бориса и Аркадия. Мы с моими однокурсниками очень активно их обсуждали на переменах в высшем учебном заведении. Поэтому читайте, это вас всегда обогатит. Еще он упомянул Станислава Лема. И мы, конечно же, с ним не могли обойти тему произведения Оруэлла. Это английский писатель. У него есть знаменитый роман «Антиутопия» 1984. 1984 год. Классический роман, где описывается тоталитарное общество. На самом деле, очень интересные мысли, построения того, каким не должно быть государство. Я думаю, вы все знаете фразу из этого произведения. The big boy is watching you. Большой брат следит за тобой. Да, большая сестра следит за тобой, за твоим ходом мысли. Возьмите тайну, что Александр является у нас учителем истории, общественного знания. Он полиглот, он знает несколько языков. Свободно владеет английским, французским, русским, чем я не владею. Пока Артем к нам присоединяется, он всегда присоединяется с улыбкой, что меня всегда радует. Артем, ты с нами на связи? Артем. Надеюсь, что да. Ты знаешь, мы за твоей спиной обсуждали те книги, которые ты любишь. И Александр нам рассказал, что вы с ним обсуждали «Братьев Стругацких». А почему тебе нравится творчество этих писателей? Почему ты увлекаешься Стругацкими? Лен, какой у тебя любимый цвет? Кто у меня любимый? Цвет. У меня цвет зеленый. Цвет. Почему тебе нравится зеленый? Артем, спой. Почему нравится мне зеленый цвет? Это цвет травы, это цвет весны, это все самое яркое, что есть в жизни человека. Это обновление, это цветный глаз. Да, Артем опять немножко подзавис. Что-то у нас сегодня со связью. Да, Артем. Артем, 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 ты в прямом эфире. У нас есть еще 5 минут. Алло, слышно меня? Да, 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 ты уже развис. Давай, рассказывай, почему вдруг Стругацкий? Развис. Я вообще на самом деле прослушал, почему тебе нравится зеленый. И я хотел тебе сказать, что, ну вот, если тебе нравится, сложно объяснить, за что тебе это нравится. Сложно объяснить, почему. Точно так же, как если любишь человека, не можешь сказать, за что ты его любишь. Вот, так же я не могу объяснить мою любовь Стругацким. Не могу объяснить. Вот, очень много у них читал, очень много слушал их аудиокниг. И Стране багровых туч, Путь на Мальтею, Фичные вещи века, Пикник на обочине. Я как могу объяснить? Не знаю, я просто не могу объяснить на этот вопрос. Обожаю, это мои любимые писатели, их размер, как они пишут. Но конкретно за что их люблю, не могу сказать. Это еще раз ты доказываешь, что если мы любим, то мы любим всей душой. Редко, когда мы любим мозгами, мы любим душой, мы любим сердце. Я знаю, что у тебя невероятно открытая большая душа, потому что все, что происходит вокруг тебя, оно лучезарно, вот именно пахнет тем зеленым цветом, который я обожаю. Артем, очень хочется задать тебе вопрос, можно ли твои книги... О, смотри, Камила задает классный вопрос. Литературу ты посоветуешь молодежи читать. Мы с тобой сегодня это обсуждали, и мы с тобой обсуждали это все в формате... Классическая литература, она нужна в жизни наших подростков. Как ты относишься к классикам, и почему у тебя интересно читать? Да, покинул, но вот у нас с вами такой, к сожалению, прерывистый вебинар. Если мне Александр позволит, я немножко перескажу. Нет, он не сбежал. Ну вот, бывает, я думала, что я буду выпадать все время, потому что я нахожусь в Барнауле, выпадает Артем, но ничего страшного, он вернется и ответит на наши вопросы. Вообще, Артем очень талантлив не только в стихах, не только в прозе, он совершенно потрясающий, невероятный музыкант. И все, кто наблюдает за его творчеством в прямом эфире, у нас иногда на Фейсбуке радуют своей барабанной установкой, радуют своими музыкальными поведениями. А по поводу классики... Камил, он на ваш вопрос сам ответит, не буду, не берусь отвечать, я не задавала ему такой замечательный вопрос. А все, что касается классики, Артем ответил буквально следующее. Современное поколение, это поколение движения. Это поколение, которое находит все ответы в бешеном ритме. И он нам рассказал с Александром, что можно плыть по реке, восторгаться полями, лесами, горами. Это будет одно состояние души. А можно сесть за руль и нестись по автомобильной дороге, не замечая, что происходит вокруг тебя. И только краски, сочные краски на поворотах могут тебя останавливать. Да, это так. Современное поколение, это поколение мыслей, быстроты, скорости. Это означает, что не нужно читать классику. Классика воспитывает в нас слог. Классика воспитывает в нас стиль жизни, любовь к прекрасному. Ну и в современной жизни, в современной литературе очень много таких ярких примеров, которые оставляют свой не только литературный след, но и цифровой след. Не знаю, вернется Артем к нам или не вернется, но мы обязательно в нашем блоге «Кадры будущего для регионов» напишем. Артем и Артем обязательно с вами свяжутся в группе ВКонтакте и напишут, где можно в цифровом формате познакомиться с теми книгами, которые он пишет. Сегодня Артем публикует свои книги не только в живом формате, обязательно сегодня подарит книгу. И мы опять же объявим ВКонтакте, если Артем к нам не вернется, объявим, кто победил, чей вопрос или, возможно, чье-то предложение заинтересует Артема, и он подарит вам живую книгу, но также все его книги можно прочитать и в оцифрованном формате. Мы дадим вам ссылки, мы дадим вам в группе ВКонтакте. Артем возвращает. А, Артем, здесь есть еще один вопрос. Какую литературу ты посоветуешь подросткам для саморазвития? Я бы сказал ту, которая им нравится. Для саморазвития на сегодняшний день очень много книг, и есть книжки и нон-фикшн, есть литературные произведения, ну, я имею в виду художественная литература, но вы же взрослые люди, выбираете, что вам читать, почему вы заставляете детей читать то, что нужно. Когда они в начальной школе, возможно, это по школьной программе вы заставляете их читать то, что нужно, но когда уже, вот я так понимаю, ребята здесь более старшего возраста, когда читают то, что им нравится, и черпают, находят именно... Поверьте, каждый найдет в книге то, что ищет. Вот, читая одну и ту же книгу, каждый подчеркнет для себя что-то, что-то именно написанное автором именно для него. Поэтому как-то вот советовать что-то, ну, зачем заставлять? Какая читает то, что нравится? Отлично, Артем, я пообещала, не знаю, не спросив твоего разрешения, что ты ВКонтакте поделишься цифрой в виде своих книг. Я знаю, что ты и в цифровом формате эти книги содержишь и публикуешь. Есть такая возможность? Мы оставим цифровой след в кадрах будущего для региона. Да, я хотел сказать, я сейчас выложу ссылки на сайте, где можно эти книги скачать и купить в бумажном варианте. И сейчас я еще на Яндекс.Дзен вот эту книгу «Стальной волк» по одной главе каждый день выкладываю. То есть, ну, по сути, ее можно будет прочитать бесплатно, только долго. Давайте я вам отправлю ссылки сейчас в чат. А сейчас можно не подправлять, давай мы с тобой договоримся, и в группе ВКонтакте ты сбросишь. Смотри, еще Ксения задает тебе очень интересный вопрос по поводу школьной литературы. Как вы думаете, почему в нее не включают современных авторов? Ну, можно тесно отвечать, да? Да, конечно, конечно. Лен, мы с тобой сегодня разговаривали по этому поводу, что на самом деле, и Саша тоже в разговорах участвовал в этом, что на самом деле мир меняется, и мир стал более динамичным и более быстрым. А вот как раз классики писали, в их время было все медленнее. Ну, из Москвы до Перми нужно было ехать несколько суток на лошадях, сейчас мы можем за час пролететь на самолете. А можем не вообще с Москвой разговаривать онлайн, просто вот так сидеть. Поэтому там книги, они такие более развернутые, более длинные, и я поэтому думаю, что молодежи читать это неинтересно. И надо бы вот как раз добавлять этих современных авторов. Но я приношу извинения перед всеми педагогами. Я думаю, что все-таки наша система образования где-то чуть-чуть паутинкой уже подзатянулась, и ее нужно вот хорошенько прихнуть. Это мой взгляд как молодого человека. Отлично. Артем, и крайний тебе вопрос, потому что она ждет следующий спикер, Александр Ременсов. Артем, мой последний вопрос, он поставит, скорее всего, тебя в тупик. Я тебе обещала, что не буду тебя ставить тупиковыми вопросами в прямом эфире. Но задай сам себе вопрос, на который ты хотел бы ответить в прямом эфире. Кем я буду через 10 лет? Артем, кем я буду через 10 лет? Я думаю, что, наверное, я стану знаменитым писателем на книге, которая снимает фильм. Спасибо. Артем, огромное... Лен, подожди, у меня к тебе еще маленький вопрос. По поводу вот этого, самый лучший вопрос. Что мы делаем? Смотри, я тебе напомню, какие были у нас вопросы. Может быть, ты прям в прямом эфире объявишь человека, который напечатает свой электронный адрес. Мы свяжемся, и вышли мы эту книгу. Это будет просто круто! Жарова Оксана. Какие качества... Подожди, Лен, не надо, я помню. Я помню вопрос. А, ты помнишь, да? Ты уже выбрал? Прости. Это вот как раз тот самый вопрос. Как личные качества героев помогут школьникам там что-то в жизни? Найди-то просто... Сейчас, я сейчас, сейчас, сейчас найду. Кто из... Это Жарова Оксана. Какие качества главного персонажа в вашей книге могут помочь школьникам в определении их места в реальном мире? Оксана, вы стали победителем. Срочно нам пишите свой электронный адрес, и обязательно мы передадим его Артему. И, Артем, ты помнишь, ты нашел художника. Мы обязательно свяжемся и с Камилой. Камила, тоже напиши, пожалуйста, свою электронку. Жарова Оксана и Камила, напишите. Мы это все передадим Артему. И Артем обязательно с вами свяжется. У вас есть какая-либо методика по написанию произведения? То есть, как кто-то пишет 10 страниц в день, кто-то час в день. Смотри, вопросы посыпались. Я не могу ответить, я не могу прекратить наш с тобой вебинар. Пусть он длится вечно, но Милане нужно ответить. Ну, на самом деле методики нет. Я просто, когда у меня есть свободное время, я могу писать по 5-6 часов в день. Безотрывно практически, ну, сходить попить чай, безотрывно. Мне, кстати, задавали вопрос, не устает ли у вас рука. Нет, не устает. Там, как в школе, мы писали, мы писали, наши пальчики устали. И снова дальше пишу. Но, к сожалению, мне не получается как-то так методично писать каждый день или раз, два-три раза в неделю. То есть, когда у меня есть свободное время, я пишу. Книга-то здесь, она же никуда не убегает. Поэтому, сколько я успел написать, я столько написал. Милан, спасибо в любом случае вам за ваш вопрос. Это здорово. Меня сдали. Елена написала, он пишет ночью. Елена, спасибо большое. Вы даже на расстоянии вызываете у Артема невероятную потрясающую улыбку. Артем, спасибо тебе большое за то тепло, которое ты подарил нам в течение часа. Я надеюсь, ребята тебя поблагодарят восклицательными знаками. И мы еще тебя пригласим. Спасибо, спасибо. Смотри, тебе все пишут. Огромное спасибо. Вам всем спасибо. Девочки, дорогие мои, мы видели, что вы нам написали свои электронные адреса обязательно после прямого эфира. Мы передадим Артему. Артем, и если ты позволишь, ребят, поставьте, пожалуйста, мое любимое число, восьмерку, бесконечность. Стоит нам пригласить еще Артема для продолжения такой увлекательной беседы. И он заинтересовал вас, или это только он мне интересен, как автор, который пишет книги? Смотри, больше всего Елена Покина ставит восьмерку. Елена, молодец. Отлично. Здорово. Ну, а теперь... Ребят, прям вообще, вот, огромное спасибо вам. Вы такие все позитивные, классные. Времени было катастрофически мало. Я думал, часа мне хватит, часа мне не хватает, чтобы рассказать все, что я хочу, всем поделиться. Камил, напиши нам вот здесь свою электронную почту. Мы сейчас снимем все, что творилось в чате и передадим твою электронку Артему. Я думаю, что ваш союз может состояться, потому что вы прям как две вот такие вот интересные взаимодействующие частицы начали уже в прямом эфире обсуждать идеи новой книги, новых зарисовок. Вот, смотрите, Камила нам написала. Артем, спасибо тебе большое. Александр, 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 вы с нами на связи? Подскажите, пожалуйста. Да, да, да. Да, если ты хочешь, Артем, оставайся с нами, посмотри, у нас совершенно отличающий спикер, и вот Александр к нам присоединился. Это его второй прямой эфир, это второе прямое его включение, мы пока не видим его картинку. Может быть, ты тоже станешь с автором нашего вебинара и задашь какие-то интересные вопросы, потому что Александр нам обещал рассказать об Олимпиадах. Александр, привет, привет, как ваше настроение, где вы сегодня находитесь? Инсправа как-то не меняется, правда, недавно пришлось поездить по интересным городам в рамках рекламной кампании по проекту. Как раз знакомил всех участников, преподавателей, педагогов, учеников восьмых, одиннадцатых классов с Олимпиадой. Сейчас, если позволите, да. Отлично. Александр, буквально-буквально чуть-чуть. Артем, загадывай желание, ты в прямом эфире между Александром. Елена, спасибо, что передали слово. Александр, вам слово. Не знаю, кто из прошлых участников вебинара уже слышал про этот проект, может быть, для кого-то информация будет впервые об этом проекте. Пока было выступление предыдущего участника, успел познакомиться с аудиторией, которая на нем присутствует на нашем вебинаре. Увидел, что достаточно много учеников десятых, одиннадцатых классов. Есть директора школ, есть учителя. Я надеюсь, этот проект будет полезен как и учащимся, так и преподавателям. Что касается проекта, сейчас он находится в активной фазе. До 17-го числа у нас продлится регистрация и выполнение заочного этапа. А для тех, кто ничего еще не слышал, я бы все-таки начал заново, рассказал о его структуре, рассказал вообще его отличительные характеристики от других олимпиад и как вообще в нем можно поучаствовать. То есть проект у нас уже проводится в течение нескольких лет. В этом году это четвертый год. Проект называется Олимпиада технологическое предпринимательство. Основная целевая аудитория это как раз учащиеся восьмых-одиннадцатых классов. Соответственно, для чего проводится этот проект? Проект проводится прежде всего для того, чтобы протестировать знания по различным профилям на стыке междисциплинарности и, соответственно, познакомить всех учащихся с региональной инфраструктурой. То есть с теми вузами, с теми компаниями, где они могут учиться и где в дальнейшем они смогут работать. Среди организаторов проекта как раз еще корпорация МСП, агентство стратегических инициатив, фонд содействия инновациям и ассоциация инновационных регионов России. Данные компании как раз являются основными учреждениями, кто занимается организацией проведением проекта. И, соответственно, в рамках проекта у нас достаточно большая сеть партнеров. Это 26 вузов по всей России. Они указаны на слайде. Надеюсь, всем видно мою презентацию. И, соответственно, по итогам участия в этом проекте можно поступить в любой из предложенных вузов. То есть там каждому участнику будет надбавка от 5 до 10 баллов к ЕГЭ. Что же касается профилей, то это самое актуальное для страны направление. То есть это такие градообразующие предприятия, которые двигают и прикладные биотехнологии, и информационные технологии. Также в рамках нашей Олимпиады можно познакомиться с заданиями, которые соответствуют профилю новой технологии и ресурсосберегающей технологии. Каждый для себя может увидеть те дисциплины, которые ему знакомы со школьной скамьи. То есть это и математика, и физика, и химия. И, конечно, в этих задачах присутствует экономическая составляющая. Также в нашем чате доступны для скачивания файлы. Есть лучшая презентация по проекту, в которой вы сможете еще раз посмотреть его структуру, этапы проведения. Также вы можете познакомиться с основными задачами, посмотреть, как они составлены, оценить их уровень сложности. Вот. И далее на сайте, здесь тоже есть ссылка, вы сможете пройти регистрацию и попытать свои силы в прохождении тестирования. Основные преимущества для участников, как я уже говорил, это 10-бальная надбавка по ЕГЭ. Это опыт решения нестандартных задач и, конечно, это включение приезда фонда таланта и успеха. Вот. На текущем слайде представлены этапы. Вот, как я уже говорил, в середине декабря у нас заканчивается регистрация отборочный этап, поэтому по-прежнему у всех есть время еще успеть и порешать очень интересные задачи, которые были составлены вместе с нашими партнерами, достаточно сильными компаниями, такие как Фаберлик, Биокатт и другие. Не буду уходить в детали. Вот. И вкратце я хотел бы вам показать... Сейчас я предоставлю доступ на свой рабочий стол. Вот. И вкратце я вам покажу. Кто-нибудь может написать в чат, видно ли мой рабочий стол? Вот. Я надеюсь, его видно. Да, видно. Спасибо большое. Сейчас перехожу на сайт. Смотрите, поступают вопросы, как пройти и, соответственно, пройти тестирование в рамках точного этапа. По указанной ссылке олимп.тек вы можете, нажав на эту кнопку, зарегистрироваться, создать свой личный кабинет и, соответственно, перейти в раздел решения задач. Вот. Решение задач, в принципе, оно не занимает много времени. Вы можете решать эти задачи в течение суток. Вот. И, соответственно, основные результаты будут опубликованы в конце декабря, в начале января. Далее все те, кто успешно справился с заданиями, смогут поучаствовать в очном этапе, который уже непосредственно состоится на площадках вузов соорганизаторов. Вот. И там будет как раз очное тестирование, которое занимает порядка 4-5 часов. Также на сайте Олимпиады технологической предпринимательства вы можете посмотреть вообще описание этого проекта, вы можете посмотреть основные документы. И, соответственно, вы можете познакомиться с задачами по основным профилям. Вот. И, соответственно, здесь тоже есть такая интересная вкладка «Университеты», чтобы они всегда у вас были на виду. И, соответственно, чтобы вы видели, есть ли у вас в регионе представленный вуз-партнер, и, соответственно, можете ли вы участвовать в данном проекте, интересно ли это вам, хотите ли вы связать свое обучение с одним из представленных вузов. Вот. Я думаю, я больше вас не буду перегружать информацией по данному проекту. Еще в дополнение прошлой темы от себя хочу добавить по художественной литературе в области образования. Мне лично самому нравится книга Айзека Азимова, она называется «Профессия». Вот. Она знакомит с миром будущего и как раз говорит о том, что развитие технологии искусственного интеллекта приведет к тому, что людям не нужно будет учиться, что все будут записывать уже при рождении на подкорку, вживлять чипы. Но сейчас у нас это еще не так. У каждого есть возможность выбрать свое направление в жизни, понять, чем ему действительно интересно заниматься и, соответственно, попробовать себя в множестве профессий. Сейчас у нас образование становится непрерывно на протяжении всей жизни. Существует огромное количество дополнительных программ, которые также проводят агент стратегических инициатив в рамках регионального проекта «Кадра будущего для регионов». И я надеюсь, что все вот эти инструменты, которые сейчас есть в доступе, в том числе Олимпиады технологического предпринимательства, смогут открыть для вас двери в свое успешное будущее. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, что... Александр, огромное-огромное вам спасибо. Ибо вот здесь еще раз просят, чтобы вы попри автора в той книге, которую вы рекомендуете, прочитать. Да, Айзи Козимов. Книга называется, соответственно, «Профессия». Айзи Козимов я напечатал уже. Александр, и у меня такой... Его... Да, сейчас, Артем, извини, ради бога, перебью тебя. И у меня еще один такой вопрос. Я сейчас включила режим «Я же мать». Еще раз, Александр, для кого эта Олимпиада? У меня у самой ребенок, 11-классник, он сможет поучаствовать? Он живет в Москве и сможет ли... Да, Елена, смотрите, у нас, в принципе, участвуют учащиеся в 8-11 классах. То есть, соответственно, это основная возрастная аудитория. Участники могут быть из любого города, из любого региона нашей страны. Вот, соответственно, если вы проживаете в Москве, то нет никаких преград поучаствовать в проекте, посмотреть на свои результаты, стать победителем проекта, да. Просто вот основные бонусы, да, при поступлении в ВУЗы, партнеры, это как раз распространяется больше на регионы. То есть, сюда не входит Москва и Петербург. Вот, но на самом деле... Артем, у тебя сын в каком классе учится? Артем, я тебе советую, да, сейчас скопировать этот адрес и буквально в следующем году помочь своему замечательному сыну блистать в этих Олимпиадах. Александр, огромное вам спасибо еще раз. Благодарим вас за прямое включение. Надеемся, что вы еще посетите наши вебинары. Артем, ты что-то хотел спросить у Александра? Я не спросить хотел, я хотел сказать про творчество Айзека Азимова. Азимова как раз про искусственный интеллект и про робототехнику очень на сегодняшний день востребовано, не востребовано, а актуально. Потому что там как раз поднимаются такие вопросы, вот то, что Александр сказал, что будут вживляться в ЧИБы и вообще место роботов. И еще что очень интересное, эта книга была написана в 1957 году. Даже страшно представить, сколько времени уже прошло. Я робот или вот профессия. Да, да, это вот просто удивительно, это просто как можно было так далеко вперед заглянуть, что так будут вести себя роботы и что так будет вести себя человечество. Я поражаюсь, да, удивляюсь этому автору. Мне тоже нравится. Невероятно, сегодня получился, по-моему, вебинар. Все наши ведущие, Артем, Александр, огромное вам спасибо. Ребят, не отключайтесь, я прерываю запись, потому что сейчас вебинарная комната у нас захлопнется, она закроется. Но мы с Майвами можем еще остаться несколько минут в прямом эфире. И пока это все. Вот, смотрите, у нас есть информация об отборочных этапах Олимпиады. А всем участникам сегодняшнего вебинара, ребят, спасибо большое. Ждем вас через неделю. Да, через неделю ждем в прямом эфире и продолжаем общаться в нашей группе ВКонтакте. Ребята, стандартные... Продолжение следует...